всем доброго времени суток с вами настя и в этом видео я хочу рассказать как я плела вот такой узор этот узор напоминает вязку и он плетется двумя парами трубочек прямой и обратной веревочкой в данном случае я плету веревочку из двух прямую обратную также можно плести веревочкой тройной прямой и обратной я уже как вы видите высоту проплела сегодня в прямом эфире я это делала и это видео для тех кто может не смотрел или что-то не понял в общем акцентирую внимание конкретно на плетение для того чтобы плести данный узор нам потребуется 4 рабочих трубочки которые мы устанавливаем до закрепляем за стойками за четырьмя стойками затем берем первую пару трубочек и начинаем плести либо прямой либо обратной веревочкой другой пары трубочек мы будем плести наоборот узор то есть смотрите у меня сейчас вот по плетению я первой парой трубочкой плету обратную веревочку завожу рабочую трубочку не поверх следующий рабочий за стойку а под рабочей следующей трубочкой за стойку вот так стойку слегка прижимаем вместе с рабочей трубочкой довожу до следующей стойки слегка подгибаю приподнимаю рабочую трубочку чтобы она не мешала мне 2 и завожу за стойку снова рабочую трубочку выкладываю поверх стойки завожу ее дни сверху следующий рабочий а по дней вот она у меня следующий наверху под ней довожу до стойки подгибаю и завожу ты не и и таким образом плиту 1 парой трубочек 2 парой трубочек я плету узор наоборот то есть если здесь у меня обратная вперед идет а следом я плету не обратной а прямой веревочкой обычный прямой веревочкой все если вы изначально плетете прямой веревочка 1 парой трубочек то 2 парой трубочек вы должны выплетать узор обратно веревочкой нарастила трубочки и продолжаю плетение смысл плетения двумя парами трубочек в данном узоре таков то есть если вам требуется про плести один-два ряда то смысла плести такой узор до сразу четырьмя трубочками нету потому что добавлять рабочие трубочки убирать это все как бы проблематично легче тогда плести веревочкой из двух и потом делать переходы преимущество данного плетения когда нам требуется большое количество до рядов проплести что плетя двумя парами мы переходы не делаем мы плетем в догонку и это очень удобно если бы мы выплетали допустим одной парой до мы проплели прямую веревочку дошли до первоначальных стоек и затем нам нужно было закрыть ряд сделать переход и дальше продолжить плетение обратной веревочкой все потом снова дошли снова нужно закрывать ряд а это достаточно так проблематично бывает при таком виде плетения двумя трубочками а здесь все легко и просто подставили четыре рабочие трубочки и начали плести в догонку просто плетете и переходы делать не нужно я сейчас вам все покажу сегодня на прямом эфире у меня возникла такая загвоздка при попытке закрыть ряды верхней до по высоте я хотела показать в общем то что-то растерялась и не смогла показать как правильно закрыть ряд на самом деле там вообще ничего не нужно было делать нужно было все оставить как есть я почему-то растерялась ну в общем все бывает немножко решила сделать по-своему ну как всегда я просто проплетаю вы видите тут ничего сложного акцентировать внимание мне в принципе не на что и что и единственное что хочу сказать что данный узор я решила проплетать на дернарных стойках потому что мне показалось что он так будет более выгодно смотреться главное здесь не путаться первыми этот парой трубочкой трубочками всегда плести обратную веревочку а в догонку как я да плиту прямой веревочкой или наоборот кому как удобнее у меня просто такая ситуация получилась потому что я изначально первый ряд проплела прямой веревочкой после поднятия стоек проплела и закрыла ряд и только потом поставила вторую пару трубочек нужно было изначально сразу 4 их подставлять тогда бы у меня пошла прямая веревочка и обратная веревочка я получается прямую проплела а потом снова а потом подставила еще дополнительную да и мне пришлось плести обратную веревочку и вдогонку прямую веревочку в общем то немножко здесь в какое-то неудобство но просто поясняю почему я сначала начала плести не прямой обратной веревочкой первой парой трубочек вот и все принципе тут без разницы здесь то плетаю и вот мы уже подходим к первоначальным стойкам сейчас я трубочки снова наращу наращивание трубочек я произвожу рабочих за стойками стойки можно сделать также двойными если допустим изделие у вас это требует она если она крупная да и нужно учитывать тот момент что расстояние чем меньше расстояние между стойками тем этот узор более выгодно смотрится то есть вот эти вот косички они если шире расстояние больше между стойками не более удлиненные более вытянутые будут а если расстояние между между стойками меньше то они тогда компактные сидят и так мне кажется получше смотрится но это на любителя так проплетаю вот они мои две стойки с которых я начала плести обратную веревочку и продолжаю также плести завожу обратной веревочкой никакие переходы я тут не делаю здесь продолжаю плести прямой веревочкой плиту 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 и все вот проплела вот проплела с этих двух стоек я начала плести прямую веревочку с этих обратную и так же я продолжаю свое плетение по кругу не делают никакие переходы плиту дальше обратную веревочку и прямую веревочку все тут ничего абсолютно сложного надеюсь вам все понятно кстати забыла сказать что переход единственно до что вы будете замечать после того как пройдете барьер с первоначальных стоек что плетение будет немножко уходить видите вверх все узор весь вот вы видите он повторяется переходов я здесь никаких не делала почти дошла до первоначальных стоек последнее наращивание перед закрытием ряда на прямом эфире я пыталась называется обмануть судьбу или сама себя в общем хотела проплести обратную веревочку до конца что я сейчас и делаю закончить плетение прямой веревочки и снова проплести ряд обратный но в общем ничего у меня с этим не получалось я вообще решила на самом деле не загоняться а поступить немножко по другому сейчас проплетаю последние стойки смотрите вот они наши первоначальные с которых мы начинали плетение обратной веревочки и я просто проплетаю обратной веревочкой узор и так и останавливаюсь завела здесь что я делаю просто заканчиваю плетение прямой веревочкой все показываю что здесь получилось узор узор все хорошо так единственное чтобы эту трубочку конечно но плести допустим дальше да я хочу дальше продолжить плетение веревочка из трех я могу подрезать рабочую трубочку здесь или попробовать допустим сделать вот такой переход но здесь немножко рисунок совсем капельку собьется считаю это не критичным так ее будет лучше спрятать ну я поступать не буду в общем все оставляю как есть да никаких переходов никаких вот как есть так и есть смотрите вот он узор идет и вот он также здесь идет все здесь конечно небольшой перепад он есть потому что это получается начало плетения как бы изнаночная сторона но все выглядит опрятно это самое главное теперь я оставляю вот эту самую левую крайнюю трубочку и продолжаю плетение веревочка из трех через две за третью чтобы закончить все свою корзинку и сделать загибку чем раньше я хотела сделать загибку розгу из двух сымитировать плетение веревочки из двух ну сейчас я в общем что переиграла ничего страшного про плиту два ряда веревочка из трех и буду делать загибку все аккуратно плетется форма у меня вот такая такой высоты я ее когда какую-то высоту проплела вынула подставила туда дополнительно баночку ровную и на нее уже выставила форму чем так можно форму поднимать бесконечно что-то на мне кстати а нет не накренился я же плиту я уже за все переживать стала все контролировать нужно конечно когда сам сидишь плетешь сам с собой это одно когда на камеру совсем другое немножко поменяла ракурс камеры так вам будет более лучше видно так сейчас мне нужно будет закрывать этот ряд чтобы эта трубочка мне не мешалась я ее сейчас подрежу потому что она еще влажная ее можно будет использовать при загибке при постановке влажных трубочек переход делаем следующим образом по идее должны с левой начать мы справа и закрываем ряд за первую за вторую и за третью делаем красивый главный переход закрыли ряд все эту трубочку рабочую я аккуратно подрезаю плетение под уголком трубочку убираю в пакет чтобы она не засохла буду потом ее подставлять и плиту дальше все то же самое через две за третью через две за третью ничего нового сто раз уже показывала вам как плиту веревочку я на самом деле так видите здесь у меня уже хвостики мягкие и поэтому я возвращаю все обратно так делать нельзя потому что будет страдать качество корзины плетение корзины поэтому все все делаем по правильному наращиваю аккуратненько продолжаю плиту в общем то можно было конечно и начать с веревочки из трех потом дальше плести узором прямой обратной веревочкой образуя косичку но я решила что поступлю вот так не думала что буду заканчивать веревочка из трех хотела просто стенки проплести в одном узоре все бывает корзинка это мне не на заказ свободного полета души поэтому что хочу то и творю дальше тем более сверху я планирую шить чехольчик поэтому тут все равно сверху все будет закрываться буду говорить что так изначально было задумано всем но потом когда уже ее до плиту я же еще там крышку планирую плести но это уже в следующем видео тоже быстренько вам покажу как крышка плетется крышка будет с внутренним бортиком так что не пропускайте если кому интересно выход новых видео и вот у меня трубочки уже видите заканчивается я их наращивать не буду сейчас быстренько закончу плетение и ряд завожу дальше по ходу плетения трубочку сначала одну прям за стойку немножко вниз ее подтягиваю беру вторую и провожу ее под одной трубочкой в ряде верхнем ряду извините не ряде а ряду еще наболталась я же сегодня уже язык заплетается устал так и все потом под двумя завожу трубочками в плетении верхнего ряда слегка все подтягиваю обязательно после того как я сплела изделие еще не обрезала вот эти хвостики и стоечки промеряю все свое изделие вот у меня почти 19 сантиметров там без без двух мест полутора миллиметров здесь немножко можно припустить пустите здесь тоже прям по пилюску конечно нужно было раньше еще это сделать но я не замерял а по ходу плетения сегодня корзину хотя всегда рекомендую это делать по всей высоте делать замеры проплели 5 10 сантиметров промерили проплели вот так это происходит у меня всегда какой-то перепад еще раз да теперь все хорошо так что я делаю конечно же сразу подрезаю аккуратно все стоечки они у меня уже сухие и после того как я подрежу все дальше стойки буду подрезать в хвостики вот эти аккуратненько слегка увожу вниз и той плетение подрезаю слегка подтягиваю вниз и вдоль плетения подреза они потом там приподнимается немножко и прячутся верхнем ряду плетение все хорошо выглядит в общем вот что получилось осталось сделать загибку отрезала все стоечки ровно вынула форму показываю что у меня здесь внутри вот так все получилось так теперь мне нужно снова вставить форму обратно форму я вынула по той причине что уже мало очень было она здесь торчала на маленьком расстоянии потом было бы очень неудобно ее вынимать поэтому я вовнутрь устанавливаю полустровую баночку и сверху форму показываю как можно это все проделывать делаю все очень аккуратно что плетение внутри не повреждалось можно слегка или подкручивать картонка увлажнилась у меня за счет того что трубочки влажные распределяю проверяю все ли ровно стало да вроде бы все хорошо форма кому мне прямо стоит это тоже будет прямо так теперь мне нужно с любого места начать делать загибку для этого я буду подставлять слева от обрезанных стоек дополнительные влажные как я это делала уже есть отдельное видео на моем канале розгов 4 прута называется и ссылочку я оставлю в описании там более подробно все описано рассказано мною лично вот ведь у меня остатки трубочек которые где-то обрезанные вот они я их не выкидываю все идет в тело выравниваю и обрезаю на одинаковом расстоянии затем промазываю клеем и слева отстоечек вставляю все трубочки подставлены влажные рабочие начинаю загибку вставляю в общем я буду сейчас вам показывать как я обычно не на камеру это делаю просто вот просто в реальном времени с реальной скоростью вы увидите как я работаю потому что я уже много 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 раз показывала эту загибку повторюсь есть отдельное видео по ней ссылку в описании оставлю загибка называется розга в три прута поехали кстати если бы я не не думала проплетать далее крышку до корзинка была бы без крышки предполагалось то форму вполне можно было бы вынуть и делать загибку уже без формы из нее просто любую загибку на самом деле здесь можно сделать какую вы привыкли собачки затем кали много собачек если вы загибку привыкнуть вот так вот делать несколько раз то потом она у вас просто на автомате уже будет вылетать это загибка не задумываясь практически здесь главное очень аккуратно работать с ножницами потому что можно повредить трубочки они же еще влажные и плетение можно задеть но у все будет хорошо видео не ускоряю не замедляю вот как есть так и показывают сколько времени это занимает прям не даже само интересно поэтому посмотрим что получится это все дальше и дальше от меня уезжают мою плетение утяжеление я там почему-то забыла подставить но и бог с ним без утяжеления тогда тяф 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 собачка это у нас тут пудель шери соседская собачка такая грозная за забором бегает на всех гавкой как будто бы она волкодав какой прям 300 забор смешная что я честно признаться вы даже смотрю на это изделие немножко отвлекусь классно получилось сюда бы еще приделать какой-нибудь ремешок просто и сногсшибательная оригинальная сумка корзина просто получилось во внутрь сшить чехол да на завязках такой затягивающийся и было бы просто супер бы классно тут вроде плетешь плетешь одно потом по и ходу плетения появляются другие идеи думаешь это хочу это хочу быстренько 1 1 1 1 тороплюсь но не то что тороплюсь показываю как я обычно это в принципе тело круглая корзинка загибку на ней делать одно удовольствие это когда вот уже на прямоугольной форме какой-нибудь данных с углами немножко конечно потяжелее все это делается но тоже при сноровке ничего такого особенного я хочу чтобы вы видели что при наличии желания можно можно все умудриться научиться сделать главное быть уверенным себе и не бояться не получится расплетем здесь уже поаккуратнее расплетем в общем-то и все заново сделаем особенно процессе когда еще учимся да господи какая-то там переувлажненная трубочка мне попалась подтягиваем сразу там на месте подрезаю так палочка выручалочка выручалочка то вот она где так мультики говорю зайчик все снова потрясаю чик подтягиваем и последняя средняя стоечка завожу в плетение и вуаля все почти готово немножко по измученная все в порядке так нет не все в порядке показываю вам купить если вот такая трубочка измучена мы же ее уже проводили она в общем то получилось как обьяка потому что очень влажная я прям здесь вот в основании поближе вам покажу вот здесь прям в основании оттягиваю под уголком с и делают срез беру новую трубочку капаю в нее клей немножко и наращиваю вот смотрите у нас и прям нарастила все она у меня теперь новая трубочка нужно подождать буквально пару стройку секунд пока клея схватится у меня полимерный как вы все знаете и можно сделать уже загибку все все то же самое раз и сделано 1 систем аккуратненько завожу и провожу окей видите все нужно выход и можно всегда найти из любой ситуации что-то подправить если подмялось смотрим вот что получилось у меня дорогие мои подписчики и гости канала вот так что получилось в общем следующем видео мы с вами встретимся буду плести крышечку для данной корзинки круглой и конечно же все подробно вам расскажу покажу так как эти видео для новичков рада была с вами снова повидаться до новых встреч пока пока